Здравствуйте! Здравствуйте еще раз, уважаемые пиромантики Прометей, хранители огня, повелители пламени. Продолжаю рассказ про вот эту ПТ-шку, которая мне попалась в таком как бы сюрпризном варианте, не знал, что с ней делать. Ну и решил поставить ей, поиграться, поставить ей бесшумный колокол. Каких-либо сверхъестественных вещей с ним не происходило. Промывалось, точнее прожигалось сначала, потом промывалось в кроте. Промывалось в кроте, прочищалась горелка и так далее, и то проще. В общем, все то, что вы можете увидеть на канале в подробностях и во всех деталях. Ну, потом был, конечно, графитовый сальник, закрутка на фум-ленту. Про фум-ленту я хочу сразу сказать, что она, ну, это, в общем-то, многие знают, она очень скользкая. И можно по неосторожности сорвать резьбу, поэтому усилия применять меньшее. Просто вот ключик берете не вот так, а берете чуть ближе, ну и крутите. Второй момент еще про тепловой экран. У многих ПТшек у них углубления в лунке меньше, чем выступы на тепловом экране. Из-за этого тепловой экран болтается. У меня на одном из первых видео даже была вот такая проволока, и люди спрашивали, а что это у тебя за проволока? Что она вот так вот вокруг горловины обмотана? Что она там держит? Ну, она для поддержки теплового экрана. Ну, на самом деле, все решается очень просто. Просто небольшим подгибанием, совершенно незаметным вот этих вот вещей проблема решается, и все становится на свои места. То есть, этот тепловой экран уже можно фиксировать в нужном положении. Я специально для начала разжег с родным колоколом для того, чтобы замерить уровень шума. Ну, в среднем получается 73 децибела. Прочистка. Прочистка. Потухла. Кривоватое какое-то пламя Я блюдечко пока не выставлял По высоте Чуть-чуть его надо приподнять Потому что Чуть-чуть желтоватое пламя Так, теперь я Выключу Примус Подожду пока он остынет Поменяю колпачок Точнее колокол А заодно За это время Расскажу как он Ну как он был сделан Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для эксперимента Я взял еще один колокол И резьбовую вставку Впаял в него изнутри И он получился Миллиметра на два ниже Чем тот, который С замочными скважинами С более высоким колоколом Не остается практически То есть посуда Практически лежит На рассекателе Хотя Я считаю лучше бы Конечно Рассекатель был повыше Это благоприятно бы сказывалось На формировании смеси Поэтому Поставлю Вот этот колокол Который Пониже Учитывая Убитость Резьбы Да и вообще Для ПТшек Лучше бы Здесь Промазать еще Пастой Для процессоров Термопастой Для улучшения Теплопередачи Кроме того Есть риск Что С таким колоколом ПТшка Будет труднее Выходить на режим Потому что Колокол массивный Он втрое Тяжелее Чем Родной колокол ПТшечный И его вес Сопоставим С весом Вообще Все остальные горелки Зазора Практически Там Зазора Практически Не остается Но даже С маленьким С этим С более низким Колоколом Он Все равно Под стойкой Вместе С рассекателем Не пролазит Поэтому Рассекатель Приходится В транспортном Варианте Снимать И Где-то Размещать Сбоку Второй момент Который Обычно Вызывает Затруднение Это то Что Колокол Больше По диаметру И он Не дает Закрыть Крышку Вот там Даже Видно На крышке Следы От Предыдущих Моих Проб Но В принципе Как Можно Решить Этот вопрос Я слышал Анар Брателла Обточил Немножко Уменьшил Диаметр Колокола И Подогнул Трубку У этого Примуса Трубка Но она И так Согнутая Это было До меня Сделано Уже Мне достался С согнутой Трубкой Обтачивать Я не стал Я пошел Немножко Другим Путем Я не стал Фиксировать Вот эти Кронштейны То есть Бачок Здесь Чувствует Себя Достаточно Свободно И В транспортном Варианте Просто Просто Немножко Косо Расположен Но Зато Коробка Более Менее Точно Положить По крайней Мере Можно Закрыть Коробку Да Я знаю Что тут Тут почти Наверняка Он упирается Слегка Что В общем-то Тоже Не очень Хорошо Потому что Резьба Там У этой ПТшки Она совершенно Уже Убитая Третье Неудобство Такой Конструкции То что Затруднен Доступ К Блюдечку То есть Как Как к нему Подобраться Сверху Наливать Или еще Как-то Ну я Вот Сделал Такую Медицинскую Приспособу Наполнили Учитывая Что Колокол Массивный Я решил Прогреть Его Дважды Половина Спирта Испаряется И Растекается По сторонам Продолжение следует Продолжение следует... Попробуем 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 даже и неплохо я бы сказал даже учитывая что колокол ниже то есть и вот эта приемная трубка рассекателя ближе к форсунке и смесь как бы должна быть богатая то есть на малом давлении должна немножко желтеть но в общем я удивлен отчасти представляю как бы он горел с более высоким колоколом наверно как-то получше но вот это максимальный газ пока еще пока не прогрелась так какой из них какой вот этот и тепловой экран кстати вот не знаю у многих но у меня он едва едва касается колокола даже с учетом того что горелка как бы подогнута ближе к бочку сейчас покажу вот когда задирается тут уже немножко чувствуется затирает а так может быть даже и неплохо ну в общем и целом все на как бы сказать на на самом пределе то есть впритык крышки впритык сюда колпачки снимаются второе нужно снимать для транспортировки подогнутая значит неудобно расположенная вот это вот короче шпиндель неудобно расположенный и по совокупности что мы получаем в итоге получаем в принципе наверное подобную мощность я кстати специально не добавлял термопасту чтобы посмотреть вот даже с плохой резьбой вот как как он себя покажет ну на режим наверно он будет выходить долговато может пока даже опустить этот тепловой экран или поднять не знаю как его лучше чтобы чтобы бачок ну бачок уже такой хорошо теплый держать еще можно но недолго и собственно ради чего все это затевалось но шумомер целое ну можно сказать почти на треть уменьшен шум то есть 73 децибела против 53 наверное игра стоит свеч больше в качестве скажем так резервного какого-то источника тепла который не является критичным а наоборот у которого чтобы не не создавать шум вот как бы вот этот некомфортный гул чисто с вот из вот этих соображений ну наверное такое такой гибрид можно себе сделать минут через десять точнее ну чайник там литр воды закипала где-то около пяти минут вот но общее время горения ну не более там 10 может 15 минут в общем-то вышел он достаточно неплохой режим ну бачок конечно взяться нельзя догорят наши примуса синим пламенем до следующих встреч вот Субтитры создавал DimaTorzok